если у вас возникает вопрос а особенно если я сделал какую-то ошибку описку и все прочее поднимаете руки сразу заявлять и вопрос то же самое так просто с места не стоит этого кричать а после занятия можно подойти и задавать уже дополнительные вопросы какие там что непонятно или вот хотелось бы узнать что-то теперь ушки значит я не знаю как нумеровать наши темы тем более не только я один читаю поэтому просто название так вот такое название если бы это был параграф то параграф был бы под каком-нибудь под каким-нибудь номером и вот это название это алгебраический ой как я не люблю я в мелом так люблю алгебраический видно нет алгебраический принцип дерихле но его еще называют дискретным я объясню потом что это такое дискретный принцип дерихле ну вот уже и засерел дерихле это немецкий математик не очень понятно почему этот принцип назван его именем потому что он знаменит совсем другим великими вещами в математике мат анализе например и среды дерихле и ну наверное он просто в каком-нибудь варианте использовал это принцип такой простой он действительно простой этот принцип немецкий математик ну при доказательстве их то очень сильных теорет поэтому его он исторически называется принцип дерихле ну а вот я про него рассказывал чуть ли не в детском саду поэтому там же нужный язык какой-нибудь такой более веселый его еще называют принцип кроликов и клеток кроликов и клеток 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 сейчас объясню мы все таки уже взрослые люди чем мы будем там кроликами и клетками заниматься а будем говорить принцип ящиков и предметов ящиков и предметов ну вот давайте в каждом параграфе мы будем нумеровать задачи а нумерация задач будет такая что циферка по порядку и в кружочке мы их будем решать некоторые пойдут на домашнее задание тогда вот здесь буква д будет стоять это в качестве домашнего задания то есть пытаться нужно дома самостоятельно решить эту задачу у кого конечно время есть вот так вот эта задачка о кроликах и клетка заключается в следующем что вот если есть у вас 7 зайчиков кроликов и они находятся в трех клетках три клетки помещения ну говорят доказать доказать что в каком-нибудь каком-нибудь настолько часто встречается математиком и это к черточка н в каком-нибудь в какой-нибудь клетке не ящики клетки находится более равно чем три кролика ну как эта задача объясняется очень просто потому что если это не так то максимум в каждую клетку можно поместить по два кролика а их у нас три клетки так три клетки если даже их запомнить по два кролика максимально чтобы нарушить вот это условие будут 6 кроликов а это меньше семи а у нас 7 кроликов поэтому вот тот кролик который не попал в клетки он куда-то должен попасть а значит может быть только третьим а то даже и четвертым потому что в принципе могут быть все кролики в одном клетке сидеть и все здесь не надо говорить о том что ровно три кролика больше равно 3 кролика а как мы будем формулировать а сейчас давайте сформулируем такое правило правило мы сформулируем вот как у нас будет два утверждения с кроликами не будем возиться пусть у нас есть n большое предметов каких-то которые находятся в н ящиках так что на языке предметов и ящик так вот два утверждения первое утверждение простое утверждение а что если предметов больше чем ящиков то существует это вы знаете такую штуку а существует это обозначение математики слова существует существует ящик в котором более равно чем два предмета все очень понятно и доказательства не требует потому что если бы это не так и не больше одного и даже если мы по одному уж туда запихали то у нас получится что не все мы предметы их у нас н большое а ящиков меньше значит обязательно нужно в какой-то ящик два а то и больше даже предметов помещать а второе утверждение это вот про кроликов и клеток что если н больше чем н умножить на к а к это есть натуральное число ну например двойка или тройка давайте вот на примере тройки больше чем 3 н если мы по три предмета будем класть максимально то у нас все равно предметы останутся еще и значит обязательно есть ящик в котором четвертый предмет а то может и пятый и получается что существует ящик в котором больше равно чем к плюс один предмет вот такие два правила очень простые но как вы увидите что эти два простых правила позволяет решать довольно таки непростые задачи и даже олимпиадного типа они у нас сегодня будут вот это первая задача ну а теперь теперь вот давайте вторую сдачку рассмотрим тоже ее решим пусть а1 а2 и так далее а10 это произвольные целые или натуральные числа ну целые вы знаете натуральные это от бога данные один два три четыре а целые добавляется ноль и натуральные со знаком минус целые можно задачку формулировать только для натуральных чисел натуральные числа нужно доказать что существует два из них из этих чисел десяти из них разность которых делится на 9 синта которых делится на 9 ну давайте пока эту задачку решать не будем а вот давайте в скобочках что ли так вот какое-то отступление от задачки порассуждаем над тем фактом что вот есть у нас целые числа а и б два числа целые или натуральные числа и вот хотелось бы узнать что такое как записать другими словами или каким-то утверждением что разность а минус b делится на 9 ну давайте вот будем делить вот давайте делим а на 9 будет какое-то частное а1 ну и вообще говоря остаток потому что число не обязано делиться на 9 остаток r1 что такое остаток остаток это число тоже натуральное которое самый маленьком будет 0 это когда число делится на 9 вот и самый большой остаток при делении на 9 какое ну 2 в остатке может 3 в остатке 10 в остатке может нет нет самый большой остаток 8 начинаем делить число b тоже будет какое-то частное которое обозначим b1 и остаток свой и он тоже остаток всегда между меньше равен самого числа на которое делить то есть меньше 9 8 и остаток всегда считается не отрицательным теперь я устраиваю разность а минус b равно 9 а1 минус b1 и плюс r1 минус r2 теперь смотрите а минус b я хочу чтобы узнать когда делится на 9 так вот напишу делится на 9 первое слагаемое справа там девятка в виде множителя есть и поэтому это тоже делится на 9 получается что второе слагаемое если это вот считать одно слагаемое от эту разность будет тоже делиться на 9 вот это вот отсюда следует быстро так писать некоторые пишут вот такие значки ну а тут три палки нужно делать а я вот так и все отсюда получается что r1 минус r2 делится на 9 теперь давайте посмотрим а какие значения может принимать эта разность ну самое маленькое значение это когда r1 самое маленькое это ноль а r2 самое большое вычитается поэтому минус 8 минус 7 и так далее ноль может когда r1 равняется r2 а самая большая разность это когда r1 равно 8 а r2 вот здесь и 2 пропустил ведь не кричите это 8 так что в эту разность принимает всего 18 знач 16 17 значения 8 положительных 8 отрицательных и еще ноль вот ну а среди такого количества 17 немало чисел только одно число которое делится на 9 это ноль а это означает что r1 минус r2 равно нулю то есть r1 равно r2 и теперь если вы это записали я вернусь и подведу итог вот этого вот разбирательства что если есть два числа а и b то тут факт что а минус b делится на 9 можно переписать вот этот разность это все равно что при делении на 9 при делении на 9 эти числа а и b дают одинаковые остатки одинаковые остатки так вот когда говорят о том что докажите что два числа найдутся разность у которых делить на 9 мы можем перефразировать так нужно доказать что найдутся два числа которые при делении на 9 дают одинаковые остатки ясно да вот как мы тогда делаем предметы предметы это вот как раз есть те самые десять чисел десять данных чисел их количество n равняется десяти а сейчас мы строим ящики какие-то коробочки ящик первый ну ящик первый а на нем написано циферка ноль ноль на ящик и сюда мы будем помещать наши предметы то есть числа которые при делении на 9 дают остаток ноль то есть делится на 9 остаток равный нулю теперь ящик на котором написано единичка это второй ящик но на нем написано единичка и сюда мы помечаем все числа которые дают при делении на 9 остаток единицы цифры на ящике показывают каков остаток при делении на 9 ну двойка это ящик который куда помещать все числа которые дают остаток 2 ну например вот если среди чисел есть 20 20 при делении на 9 18 делится 2 так вот 20 число попадет во второй е вот ящик на котором написано 2 ну и последний ящик это когда самый большой остаток на нем написано 8 это такой ящик вот и сюда мы будем помещать все числа а тут то же самое которое при делении на 9 дают остаток равный 8 теперь уж и давайте посмотрим а сколько у нас ящиков ну сколько вот этих вот чисел 9 штук значит n равно 9 9 ящиков и дальше если мы что-то будем писать то будет писанина задача решена почему потому что предметов 10 больше чем ящик ящиков 9 значит два предмета каких-то попадут в один ящик обязательно а это для нас два числа попадут в один ящик а попасть в один ящик дают одинаковый остаток они в одном ящике и остаток у них такой какая цифра написана на этом ящике то есть здесь дальше закруглять уже словами и не стоит это писать задача решена вот теперь уж и не так все просто иногда получается у задачки номера а у нас номер третий я буду скобочках писать ну что ли суть обратить внимание что эта задачка вот на такую-то тему я не хочу сейчас писать мы ее решим сформулируем и потом напишем чем она вот эта задачка выделилась задача такая давайте я на точках ее и на отрезках на плоскости вот здесь будет написано на плоскости находится n точек некоторые из них некоторые из них некоторые из них соединены отрезками ну протянули лапки друг к другу отрезками конечно большой картинки я не могу нарисовать вот точечки я как-нибудь так пожирнее буду изображать чтобы видно что это точка это не кружочки а точка ну вы свои там как-нибудь покидайте и вот эти соединены туточки соединены здесь вот соединена тут такой треугольничек нарисовался вполне возможно есть такая точечка которая ни с кем не дружит ни с кем не соединена вполне допустимо я такое допускаю вот а есть такая любви обильная так она вон видите соединена с четырьмя точка что нужно доказать доказать что существует найдутся существует хотя бы две точки ну я просто пишу словосочетание хотя бы опускаю две точки из которых выходит одинаковое число отрезков одинаковое число отрезков одинаковое число отрезков даже и побольше такие точки отыскать запросто можно ну например вот эти две точки из них выходит по одному отрезку вот эти две точки по два отрезка выходят тут тоже два отрезка тут два отрезка ну представьте себе что точек очень много как звездочек на небе и некоторые звездочки попарно протянули друг другу лучики поздоровкались то есть отрезок между ними проведен а их там миллиарды этих звездочек так вот просто на взгляд сказать о том что да найдутся это как-то неубедительно вот почему найдутся там их же очень много как они там переплелись перезнакомились друг с другом но оказывается все равно найдутся вот смотрите я сформулировал задачу на языке точек и отрезков а вот давайте если эту задачу мы сейчас докажем мы докажем ее что так есть давайте будем считать что это люди а отрезок проведенный между двумя людьми конкретными означает что они знакомые но знакомые так надо понимать что если я знаком Ивану то Иван знаком мне это не то что я знаю там Ивана а Иван меня не знает потому что он меня в глаза не видел а я его видел потому что все время там мелькает везде на сцене вот то есть знакомство обоюдное ты меня так и я тебя знакомство так вот отрезочек проведен между двумя человеками это означает знакомство что получается получается так что в городе Петрозаводске например двести тысяч человек у каждого свое количество знакомых кто-то приехал и у него вообще знакомых нету он такой вот а кто-то давно живет в школу ходит там и все прочее у него знакомых полно отрезков много если мы так будем понимать вот эту вот задачу то получается что в городе Петрозаводске обязательно найдутся два человека хоть там их двести тысяч у которых количество знакомых одинаковое число или на той же самой площади Кирова толпа большая некоторые друг с другом поздоровались поздоровались как все равно что познакомимся так обязательно найдутся два человека которые поздоровались одинаковое количество раз вот как иногда на олимпиадах выдают эти задачки то есть не отрезки а вот что-нибудь такое поживее знакомые и так далее ну понятно что предметы это точки раз мы две одинаково не одинаково а две точки ищем с одинаковым свойством заходи девоньки чего боитесь проходи садись вот поэтому предметами будут точки а вот что будут ящиками ну там сколько отрезков выходит так вот наверное ящики нужно как-то формировать по количеству выходящих отрезков из этого из этого из этой точки значит так и напишем что предметы это точки предметы мы договорились обозначать буква n большое так у нас их сколько точек предмет теперь какие ящики ящик на котором написано 0 и сюда мы будем отправлять все точки из которых вот такие ведь не выходит ни одного отрезка а я напишу из которых выходит все-таки ну ни одного можно написать такую глупую фразу но очень понятно 0 отрезков я пишу это именно специально так чтобы дальше продолжить эту фразу на один отрезок ящик на котором написано единица и сюда мы помещаем точки из которых выходит один отрезок их у нас тут побольше раз два три четыре пять ну и сколько максимальное число отрезков может выходить из точки ну максимальное ну вот например из этой я два провел а еще сколько можно сюда провести сюда провести сюда туда сюда если я какую-то точку зафиксировал и хочу узнать сколько вообще отрезков из нее можно провести в другие точки то одну взял осталось сколько n минус единица и вот с каждой из n минус единица можно провести отрезок соединица поэтому последний ящик это на котором написано n минус единица и сюда помещаются точки из которых выходит максимальное количество отрезков n минус единица теперь давайте посмотрим а сколько ящиков то получается а сколько вот таких вот чисел тут n минус единица еще ноль так всего получается n ящиков маленькая n маленькая ящика и смотрите что получается ящиков n маленькая и предметов точек тоже n маленькая принцип деревьев лего так впрямую не работает почему потому что попасть в один ящик вот и что означает две точки попали во второй ящик из них выходит по два отрезка одинаковое количество а мы к этому и стремимся что в каком-то ящике обязательно будут хотя бы два элемента а вдруг они вот все эти вот n точек распределились тут одна тут одна тут одна по одной может такой быть но жизнь такая вот интересная штука тут пишем такую фразу что оказывается жизнь заставляет утверждать что либо нулевой ящик пуст 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 это означает в нем нету точек пуст либо я сказал да ну давайте либо либо последний ящик n минус 1 ящик пуст то есть вот из этих двух крайних ящиков обязательно один пустой даже может быть оба надо было бы сказать не либо либо или почему вот смотрите допустим что вот этот ящик не пуст нулевой нулевой значит есть вот такая точка обязательно хотя бы одна а если есть такая точка то нет точки из которой выходят все отрезки потому что она не соединена вот с этой точкой эта точка такая нелюбимая она никого не любит ни с кем не соединяется и получается что один из крайних ящиков хотя бы один пуст поэтому не пустых ящиков не пустых ящиков раз есть один хотя бы пустой меньше равно n минус 1 а точек n точек то есть предметов количество равно n ну и дальше уже такие лучше устные рассуждения точек больше чем ящиков найдется ящик в котором хотя бы две точки попасть два точка в один ящик это означает что из них выходит одинаковое количество отрезков а именно столько что написано на этом ящике ага вот так смысл этой задачи наличие пустых ящиков я просто напишу что вот бывает такая ситуация когда есть пустые ящики теперь я не хочу чтобы вы там записывали такую вот фразу постарайтесь понять если это будет понятно вот эти задачи там для детей рассказывают кролики там зайчики клеточки предметы ящики тоже понятно для школьников рассказывать а вообще вот этот принцип называется принцип классификации объектов вот у нас есть несколько объектов и мы их классифицируем распределяем по классам не по ящикам а по классам что вот попасть в ящик это быть одного класса попасть в другой ящик это быть другого класса и вот классифицируем так предметы ну и если соблюдаются вот эти вот всякие неравенства то тогда там можно делать утверждение что в каком-то классе находится больше чем равно сколько-то объектов задача классификации ну ладно скушали это и все теперь ушки четвертая задачка тоже имеет некоторую особенность а просто так задачи решать не интересно надо чтобы каждый что-то такое новенькое появлялось это вот до сих пор когда три задачи мы первые решили там было ясно что является предметами последние задачи точки потому что их ищут вот в предыдущей тоже задачи точки а вот с ящиками ну не сложно но как-то очень быстро справились как ящики строить а бывают задачи в которых вот ящики то понятно как строить а вот предметы оказывается не то что с самого начала дают и вот эта задача ну что ли со смыслом таким что вот предметы не то что в задаче дают а вы сами их строите построение предметов ну вот до перерыва мы сейчас эту задачу решим предметов построение предметов даны n целых чисел давайте я их перечислю или обозначу а1 а2 вот порядок не обязательно там они по возрастанию бывают не просто какие-то n чисел доказать нужно что существует несколько из них и подсказка такая подряд стоящих подряд стоящих при этом видите я ничего больше не говорю а значит несколько это что самое маленькое одно число два подряд подряд стоящих два соседа три соседа могут быть все вот эти подряд стоящих сумма которых там запятая по русскому языку русские участия которых делится на 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 количество вот смотрите назовите любые числа ну не надо там больших издеваться надо мной ну давайте пять чисел каких-нибудь ну кричи быстрее говори какое число три еще какое восемь восемь пять пять не будем у нас пять чисел делится на пять шесть шесть давайте двузначный какой-нибудь двенадцать двенадцать семь семь вот их пять чисел ну не так много вот говорят найдутся сколько-то несколько подряд стоящих которые делятся на пять поэтому я пять сразу исключил чтобы ну не интересно это было бы так ну что тут получается во по-моему вот это вот двенадцать плюс тринадцать двадцать пять делится на пять ну и как вы их не изменяете все равно у вас всегда причем видите они подряд стоят почему это всегда происходит это нам нужно доказать это был как бы демонстрирующий пример и сейчас будет перерыв не от чисел требуется чтобы что-то там делилось от каких-то сумм так вот первое что приходит в голову такие простые суммы делать давайте мы рассмотрим вот какие числа рассмотрим числа б1 это есть а1 второе число б2 это а1 плюс а2 б3 это сумма первых трех чисел ну понятно схема построения то есть дальше сумма первых четырех и самое последнее число бн это когда берут складывать все исходные числа подряд а до этого сумма не входила а1 так вот это предметы они предмет их сколько n штук а теперь смотрите перебираем случаи первый случай что существует пусть пусть а вот это вот знаете что это пусть да очень часто в тюремах там пусть чего-то тогда так вот это слово пусть пусть существует число бы это а значит что такое а1 плюс 2 и вот а это которое делится на н ну если такой случай нам подвернулся так это ведь сумма подряд стоящих она делится на н что в этом случае решать и здесь все очевидно и здесь все очевидно заканчиваем конец теперь второй случай среди чисел бы это ни одну не делится на н ни одну не делится на н тогда мы их распределяем по ящике если они ни одно число не делится на н то возможные остатки 1 2 и самый большой остаток н минус единица при делении на н ноль остаток не будет потому что они не делятся значит возможные остатки 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 при делении их на н каковы единица двойка и самый большой остаток н минус единица так давайте формируем ящики ящик на котором написано единица цифра сюда кидают все числа b и т которые при делении на n дают остаток единица 2 ящик на котором написано цифра 2 и лучше говорить число потому что у нас может быть n большое какое-то и сюда все числа которые дают остаток в пределении двойка ящик на котором написано число n минус единиц и сюда все числа которые дают остаток при делении n минус единиц ну ящиков то сколько n минус единицы а чисел предметов у нас боитых вот число бритых этого число всех чисел будет равно и поэтому я уберу формулировку теоремы чтобы здесь можно было писать получается что обязательно в каком-то ящике два числа б да что выходите конечно да так договоримся что тут надо сходить стал пошел и отвлекая пришел снова 7 так вот найдется ящик в котором находятся два числа ну например а это есть а 1 плюс и так далее плюс а и и число бьет а А1 плюс... И, например, й больше, чем й. Другое число обязательно. Ай плюс и так далее. Плюс Ай. Вот два числа находятся в одном ящике. У них одинаковые остатки при делении на n. Одинаковые. Остатки при делении на n. И сегодня мы с этого начинали. А это означает, что их разность, б й, минус би, будет делиться на n. Остатки его уничтожаются в разности. А что такое б й минус би? Вот эти вот сократятся, первые и. И это есть Ай плюс 1, плюс Ай плюс 2, если есть. И плюс Ай. А это числа А подряд стоящие. Вот и все. Какая задача-то была? Четвертая или пятая? Пятая была. Ну вот давайте я вам приведу сейчас пример одной из задачи, которая была давно еще, когда я школьником, был на Олимпиаде. Причем уровня такого солидного, большого города, не Петрозаводска. шестая задача. Вот есть квадрат размерами единицы на единицы, ну допустим, метр на метр. В котором находится брошена 51 точка. Ну, довольно много точек. Что нужно доказать? Нужно доказать, что некоторые... Три из них, из этих, 51, можно накрыть кружочком или кругом, давайте. Чего уж там... Кругом... Радиуса... Одна седьмая. Вот ушки. Смотрите, давайте квадратик нарисуем. Ой, я не умею рисовать. Ой, какой красивый. Так, похож на квадратик? Пора заканчивать, да? Вот. Кажется, похож. Хороший. В Париже таких нету. И тут вот точечки брошены. Они даже могут налипать друг на друга, неважно. Но если они друг на друге сидят, считается двойная точка, там две точки. И вот как-то так, что три из них не очень близко друг к другу. Вот две может быть близко, а вот третья уже как-то от них больше, чем на расстоянии одна седьмая. И тут две. А третью уже здесь нельзя. Это вот я пытаюсь нарушить, вот сказать, что, а может быть можно как-то так вот сделать, что не накрыть кругом. Ну, оказывается, вот не старайся их так распределить, чтобы нельзя было накрыть кругом, не получится. Всегда обязательно три попадут в какой-то кружочек. Есть кружочек, радиус одна седьмая, который накроет сразу три точки. Теперь уже смотрите. Вот трудно всегда объяснить, а почему вот так вот вы догадались, там или кто-то догадался рассмотреть вот такую ситуацию в таком-то вот направлении. Мы сейчас ящики будем строить. Так вот, смотрите, точки – это, наверное, предметы, потому что ищут три из них. Так вот, N – это 51. 51. А помните, там было у меня такое неравенство, что если N больше, чем N на K, то существует ящик, в котором больше равно K плюс ница предметов. Это вот B. B я русское писал, а B – два утверждения в самом начале. Если русское, то повторите, если латинское, то так, заверните. Так смотрите, нам нужно больше равно 3. То есть K плюс 1 у нас 3. К плюс 1 у нас 3. Отсюда получается, K равняется двойке. Теперь, вот то неравенство. N больше, чем N на K. Двойка. Это вот K. Скажите мне, какое самое максимальное число N может быть, чтобы выполнялось это неравенство? 25. А ведь N малое – это количество ящиков. Так нам нужно 25 ящиков построить. А точки они где лежат? В квадрате. Значит, на квадрат как-то разделить на 25 ящиков. Ну, какой самый простой и такой логичный делёшь квадратом на 25 частей. Это каждую сторону разделить на сколько? Ну, на 5 хоть бы кто крикнул, а? И будет 25. 1, 2, 3, 4, 5. Представьте, что это одинаковые по 5. Вот так. 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 Если кто думает, что у меня не одинаковые квадратики получились, то он не прав. У меня одинаковые квадратики. 2, 3, 4, 5. Я тут уберу. Ой, ой, ой. Ну и вот. И тоже уберу. Значит, вот смотрите. Квадрат. Квадрат. Единица на единицу. Это 25. Тоже квадратов. Ну, из-за того, что они поменьше, давайте мы их так уменьшительно ласково. Квадратиков. Размерами 1,5 на 1,5. 25. Там 51 точка. Так. Так. 51 больше, чем 25 на 2. 2. И это понимается, что это количество предметов. Это количество ящиков. И если в ящиках распределять по два предмета, по две точки, то не хватает до 51. Значит, в каком-то ящике в квадратике лежат три точки, а то и больше. То существует квадратик, ящик одно и то же, в котором больше равно 3 точки из наших. 51. Ну, вот смотрите. Вот, например, этот квадратик. Там есть три точки. И, может быть, еще. Но три точно есть. Тогда мы вытаскиваем этот квадрат и для исследования его увеличиваем. Но помню о том, что сторона квадрата равна 1,5. И вот эти точки, ну, как будто бы так вот чираются друг к другу, стараются подальше друг от друга быть. Ну, давайте мы опишем окружность, кружочек, вокруг этого квадрата. Это можно сделать, всем понятно. И центр этого круга, он совпадает с центром квадрата, пересечения диагонали. Радиус этого круга есть половинка диаметра, половинка диаметра. Половинка диагонали квадрата. Значит, словами так опишем. Круг. Вокруг. Ой, масло масляное получается. Квадратик. Вокруг квадратик. Теперь давайте его радиус подсчитаем. Вот он радиус. Р. Давайте обозначим. Равняется. Ребятки, вот смотрите его радиус. Я вот так еще сделаю. Тут 90 градусов, тут 45 градусов, тут тоже 45 градусов, да? А вот это вот одна пятая. Ну, и как получить радиус? Надо гипотенузу одну пятую умножить. Косинус синус, знаете, нет? Ну, тригонометрический функция, знаете? Не проходили еще? А теорем Пифагора? Знаете? Ну, давайте по теореме Пифагора, без курсинус. Радиус. Его радиус находится вот как. Смотрите. Я рассматриваю этот треугольничек. Он прямоугольный. R в квадрате плюс R в квадрате. Это я пишу сумму квадратов катетов. Равно квадрату гипотенузы. Это одна двадцать пятая. Отсюда получается, что R в квадрате, их две штуки 25, это есть 25 на 2. Я не ошибаюсь? Нет? Нет. 25 на 2. Ну, а R тогда будет равняться корень. А это 5 делить на корень из 2. Что такое 5 на корень из 2? 5 на корень из 2, это 5 корней из 2 на 2. А зачем это нужно было? Зря я это делал. Ну, это правильно, да? Теперь туда ввожу. Это корень. Ребята, ну что ж, вот так. Так, 2R в квадрате. Наоборот. Тут двойка. Р в квадрате равно единица на 50 на корень из 50. Вот и все. Видите? Ошибаюсь. Никто не заметил. Что ж вот так? Единица на корень из 50. 50 я заменяю 49, получается единица на корень из 49. А это есть одна седьмая. У меня вот радиус окружек, круга вот этого вот, он даже меньше, чем одна седьмая. А если я бы одну седьмую делал круг, он был бы немножко побольше, ну и тем более содержал бы эти все три точки. вот. Ну вот такая была задачка. Теперь ушки. Вот. Ну вот такая была задачка. Сейчас я сформулирую задачу, а потом решим, будем ее решать или возьмем в качестве упражнения. А задачка получается под седьмым номером. В классе двадцать восемь учеников. Ну, нормально такое бывает. Ну, провели диктант. Бывают такие у вас диктанты? И Саша Иванов сделал тринадцать ошибок. Ну, диктант был очень большой, сложный, поэтому не надо Сашу Иванову ругать. А остальные меньше. Остальные ученики. Он так героем стал, что у него тринадцать. А остальные меньше. Что нужно доказать? Доказывайте или доказать? Докажите. Давайте так, что найдутся хотя бы три ученика, то есть больше равно три ученика. Которые сделали, которые сделали одинаковое число ошибок. Ну, вот у меня фломастер заканчивается. Число ошибок. Вершаем? Тогда формулирую восьмую задачку. Пять точек, они находятся внутри равностороннего треугольника со стороной равна единице. Вон там единица у меня. Картинка. Вот треугольник равносторонний по шестьдесят градусов, все стороны равны и все стороны равны один-один-один. И там пять точек. Докажите, что существует две точки хотя бы. Это вот цитая, это точек. Множественное число. Из пяти вот этих данных. Пяти. Расстояние между которыми меньше 0,5 половины. Строго причем. Ну, точки внутри. Точки на границе не попадают. Они не лежат на границе, только внутрь. Девятая диточка. Тут про деревню, но я про школу. Вот в школе две тысячи учеников. Две тысячи учеников. А в году 366 дней. Бывает 365, но не больше, чем 366. Больше 365 бывает в високосный год, поэтому мы будем считать 366. А у каждого ученика есть день рождения. Доказать, что найдутся более равно шести учеников. У которых совпадает, как называется этот день, который празднует? День рождения. Ну, имеется в виду 9 февраля, у которых совпадает дата рождения, что ли, или день рождения. Не, напишем день рождения, что там. День рождения. Они празднуют в один и тот же день. Шесть или больше, но шесть точно. Можно считать, что вот эти три задачки в качестве упражнений. Если есть желание, мы любую из этих трех не больше сейчас здесь решим. Если нет желания и вы устали, то на этом все сегодня заканчивается. Кто за то, чтобы закончить сегодняшнее занятие? А вы что, продолжать? Кто за то, чтобы продолжать занятие? Ну, так тоже немного. Ну, давайте, какую задачку решить? Про день рождения или про что? Восьмую, пять точек, да? Давайте. Я сегодня три пары без вас было. Ну, хорошо. Это вы записали. В какой-нибудь день я вам напишу книжки. Ну, здесь, конечно, самое большое расстояние между двумя точками – это единица, когда берутся две вершины. Но их же нельзя брать. Но все-таки единица – это большое, и 0,9 запросто можно сделать. А вот, когда их пять, то вот так их раскатать невозможно. Смотрите, как можно. Вот здесь будет видно. Вот этот единичный треугольник, у него все стороны единица. Давайте каждую сторону разделим пополам. Вот. И построим четыре меньших треугольника. И это будут клетки-ящики. Значит, ящики – это четыре равносторонних треугольника со стороной. Одна, вторая. Вот они. А там пять точек. А ящиков четыре. Значит, есть треугольник, в который хотя бы две точки попали. По точке, если есть, то еще какой-то. Значит, существует треугольник такой. Такой треугольник, в котором, ну, хотя бы находятся две точки. Не ровно две, а больше равно двух точек. Из наших пяти. Из наших пяти. Находятся больше равно две точки из наших пяти. Ну, например, я вот это нарисую. Причем, смотрите. Внутри – это означает, что вот это, эти точки не могут лежать вот на этих сторонах. И не равняются вот этим вот точкам. Ну, одна может лежать на этой стороне. Ну, а вторая – внутри обязательно. Или здесь. Ну, а тогда между ними, сам это длинное расстояние вот эти вот, вот, когда точки. А их как раз и нельзя брать-то. Вот. Поэтому вот это расстояние, оно всегда меньше одной второй. Здесь у нас одна вторая. Меньше стороны. Это понятно? Треугольник, если со стороной одна вторая. Одна точка обязательно внутренняя. Внутренняя. А вторая может на одной стороне лежать. Тогда расстояние не может равняться единице. Потому что единица… Ой, одной второй. Потому что одной второй, она может только в трех случаях быть. Вот. Когда точки такие, такие две, вот. И такие две. А их как раз таких нельзя. Потому что одна точка должна быть обязательно внутренняя. сколько там было то их 10 до задачи какой я закончил 10 но ответьте 10 или нет еще одну хочу 9 было 9 да ну значит 10 а какую-то я пропустил а ну понял 10 вот еще одно упражнение правильно шестиугольник шестиугольник вот рисуется он должен быть правильно у меня не получается надо представьте что он правильно вот теперь каждая вершина сокращение слова каждая для всех такой используют сколь каждая вершина соединяется с остальными вершинами а их 5 основе пятью вершинами красным или синим отрезком красным или синим отрезком ну вот берем ее можно соединить раз два три 4 5 и каждый отрезок красным так что все диагональки будут из двух цветов докажите 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 что ну треугольников много всяких существует существует треугольник в котором все стороны одного цвета красного или синего одного цвета то есть обязательно вот среди треугольник который здесь появляется обязательно будет треугольник у которого либо все стороны красные либо все синие ну вот это такие задачки можно пытаться решать самостоятельно они может сразу не очень получаются потом к ним возвращаться сегодня все если есть вопросы то можно подойти задать